Отсчет пошел сто. Она укратко взглянула на градусник. В ясном свете дня за окнами возвышались небоскребы Кооп-Сити, как старые наблюдательные вышки каторжной тюрьмы. Внизу на веревке под вентиляционной трубой хлопала поношенная одежда. Крысы и жирные уличные коты, повизгивая, рылись в кучах мусора. Она обернулась и посмотрела на мужа. Он сидел на стуле, отцепенелый, уставившись на экран свободного вещания. Это продолжалось уже несколько недель, и было на него совсем не похоже. Он всегда ненавидел это занятие. Естественно, в каждой усовершенствованной квартире по закону был установлен экран свободного вещания. Но выключить его не считалось нарушением закона. Проект обязательного закона о пособиях не прошел. Не хватило всего шести голосов до необходимых двух третей. Так что обычно они и не смотрели этот канал. Но с тех пор, как заболела Кэти, Мурзве интересовался передачами, где можно заработать большие деньги. Это все ужасно пугало ее. Сейчас был получасовой перерыв в играх, и диктор сообщал последние новости. Сквозь его монотонный голос слышалось хриплое дыхание простуженной Кэти. «Ну как?» – спросил Ричардс. «Нормально. Не ври». «39,5». Он с силой ударил кулаком постову. Пластмассовая миска подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, со скользнула на пол. «Не переживай так. Мы найдем врача. Послушай». Она болтала безумолку, чтобы отвлечь его, но он уже повернулся обратно, как рано. Перерыв закончился, игра продолжалась. На этот раз ничего серьезного. Обыкновенная дешевая затея под названием «ручная мельница». В игру принимались люди с патологиями сердца, печени и легких. Иногда, шутки ради, коллеги. Умудряясь не упасть от напряжения, крутя с дикой скоростью ручную мельницу и поддерживая бесконечные диалоги с ведущим, участник за одну минуту мог получить 10 долларов. Каждые две минуты ведущий задавал дополнительный вопрос по теме, выбранным участникам. Ответ оценивался в 50 долларов. Сегодняшний мученик с бешеным пульсом был фанатиком американской истории. Если же участник игры под безумный аккомпанемент своего сердца сдыхался, но все же не мог найти ответа. 50 долларов вычитались из уже набранных очков, а обороты мельницы увеличивались. Мы продержимся, Бен. Мы сможем. Я... Я буду... Что ты будешь? Суета здесь не поможет. Ей нужен специалист. Хватит приглашать медсестер и помощницах-кушерок. У них грязные руки, и от них разит виски за мирю. Нужно самое современное оборудование. Я позабочусь об этом. Он пересек комнату, не отрывая взгляда от экрана, ввинчанного в обшарпанную стену над раковиной. Сняв с кулька дешевую грубую куртку, он раздраженно накинул ее на плечи. Нет, я не допущу этого. Ты собираешься? А почему бы и нет? В худшем случае ты получишь немного денег на содержание семьи лишившихся кормильца. Этого тебе хватит на лечение дочери. Она никогда не была красавицей, а за годы вынужденной безработицы мужа высохла и сильно постарела, но в этот момент ее лицо приобрело царское выражение. Я не возьму эти кровавые деньги. Я навешиваю лапшу на уши государственному агенту и отправлю его отсюда, не взяв ни цента. Мне не нужна компенсация взамен мужа. Он повернулся к ней, жестокий и неумолимый, пытаясь держать в себе нечто, разрывавшее его на счастье. Это невидимое нечто, на которое система и делала ставку. В этом мире он был доисторическим животным, атовизмом, что представляло определенную опасность. Он кинул в сторону спальни. А как тебе нравятся перспективы похоронить ее в нищенской безымянной могиле? Волна бездумной тоски накатилась на нее. Глаза исчезли в густой сетке морщин, она разрыдалась. Бен, они ждут именно таких, как мы. Они ждут нашей смерти. Может, меня еще не возьмут, сказал он, открывая дверь. Может быть, нет во мне того, что им надо. Если ты пойдешь туда, они убьют тебя и покажут мне твою смерть. Ты хочешь, чтобы я смотрела на все это рядом с больной дочерью? Из-за слез ее речь была не связанной. Я хочу, чтобы наша дочь осталась жива. Он попытался закрыть за собой дверь, но жена заслонила выход. Тогда поцелуй меня на прощание. Он нагнулся к ней. В конце коридора скрипнула дверь и высунулась голова миссис Женнер. Они уловили дразнящий сытный запах жареной говядины с капустой. У миссис Женнер дела шли хорошо. Своим наметанным взглядом она помогала в местном универмаге распознавать покупателей с фальшивыми карточками. Ты ведь возьмешь деньги? Прошу тебя, не делай глупостей. Возьму. И ты это знаешь, прошептала она. Он как-то неловко обнял ее и, быстро отвернувшись, сбежал вниз по прищудливо изогнутой неосвещенной лестнице. Она осталась стоять в пустом дверном приеме, сотрясаясь в беззвучных рыданиях, пока не услышала далеко внизу звук захлопнувшейся двери. Жимая градусник, она подняла фартук глазам. Рядом внезапно возникла мисс Женнер и потянула ее за фартук. Дорогуша, прошептала она над ухом, есть дешевый пенициллин с черного рынка. Я могу достать, когда тебе принесут деньги. — Убирайся! — закричала она. Мисс Женнер отшатнулась, и ее верхняя губа попозла вверх, открывая почерневшие зубы. — Просто хотела тебе помочь! — пробормотала она, исчезая за своей дверью. В наступившей тишине снова стали слышны стоны Кэти. Тонкие фанерные стены не могли их заглушить. В квартире миссис Женнер загудел и разродился аплодисментами экран свободного вещания. Только что очередной участник ручной мельницы не ответил на дополнительный вопрос, и с ним тут же приключился инфаркт. Подборные эвации зрителей его вынесли на пластиковых носилках. Миссис Женнер нацарапала имя Шейла Ричард в своей записной книжке. — Ну что ж, миссис Пахучка, поживем, увидим! — проговорила она в пустоту, и ее губа снова злобно вздрогнула. Яростно захлопнув блокнот, она устроилась перед экраном. Начиналась новая игра. Продолжение следует...